Медицинское обследование Медицинское обследование С командой определимся и со сроками тоже определимся Где-то в районе 24 июля Потом возвращаемся в город Магнитогорск Где проведем восстановительный микроцикл И 30 июля Отъезжаем в город Тольятти Где будет проходить турнир В памяти Сахарова Возвращаемся 3 августа И с 5 августа продолжаем специально подготовительный этап в городе Магнитогорске, где планируем проводить по две тренировки, одну на льду, одну в зале, вплоть до международного турнира, который будет проходить в Республике Молдова с 21 августа по 28 августа. Но это будет, так скажем, завершающий этап перед началом чемпионата, после этого турнира. Посмотрим ошибки, которые всплывут по ходу этого турнира и в бой. С прошлого сезона на сегодняшний день у нас осталось 8 игроков. Это один игрок 1993 года, три игрока 1994 и четыре игрока 1995 года. Остальные это вновь прибывшие игроки и пополнение с нашей детской спортивной школы 1996 года рождения. Но переход из юношеского турнира в молодежный, он всегда проблематичен, поэтому оценивать каким-то образом еще рано. Сезон покажет. Стиль всего магнитогорского хоккея, начиная от главной команды, стальные лица и детская спортивная школа, всегда атакующий, всегда комбинационный, искрометный. Поэтому это стиль, который нравится болельщику магнитогорскому. И поэтому не будем отходить от него, будем пробовать играть в такой же хоккей. Ну и постараемся порадовать наших болельщиков. Первоочередная задача молодежной команды, как и главной команды, это радовать своих болельщиков хорошим, качественным хоккеем, красивой игрой. Ну а если играть в качественный хоккей, то всегда будет результат в виде призовых мест. Ну а основной задачей молодежной команды, я считаю, все-таки это подготовка качественного резерва для главной команды «Металлорг». Будем много работать над этим.